Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Я услышал, да, от родителей, потому что война, когда началась, сразу шум, плач, начали собираться на улице люди. И мы, дети, всегда в этом, как говорится, коллективе, где шумно. Нельзя сказать, что в первые дни войны у гомельчан не было разгубленности. Чужой земли не надо нам ни пяди, но и своей вершка не отдадим. И эта песня перед войной была вельми популярной, и ей словом верили. А тут не то, что вершок, а сотни километров. Документы свечить, беженцу было шмат, а прочатого эвакуацией займалась специальная комиссия. Только в период с 24 червяня до 18 липня с гомеля организовано вывезли мать 2000 выхованцев детящих домов и коля 500 кворых детящих больниц, плюс 3500 работников предприемств и больше 10 тысяч членов их семьев. С 24 червяня у гомеля почали формироваться знищальные батальоны для боротьбы с диверсантами. Креху поздней, у початку липеня, творили порк народного ополчения, злику невоенно обовязанных и молодых людей, яким не вспомнилось 18 годов. Але основный тяжер боев за гомель пришелся на части червонной армии. Страты за воду к боку складали десятки тысяч человек. Потери составили порядка 108 тысяч, центральный фронт 80 тысяч, это безвозвратные потери. Тем не менее, основной задачей было выполнено отлечь значительные силы немецкой армии с основного главного московского направления. Если что касается непосредственно потерь вермахта, то и составили порядка более 80 тысяч солдат. У гомеля оккупанты вошли у ночь на 20-е дневни 41-го года. До этого дня с города поспели эвакуировать больше 40 промысловых предприемств, сыровину и готовую продукцию. Остальные снищили. Покидать нечто ворогу, тогда лечился злочинством. Злистание немецкого солдата своей невесте. У речи мы у гомеля. Коли я кажу мы, то маю на увазе нашу роту. Нас было 138 человек, засталося только 16. Уже в другой день я хожу по городу и шукаю нечто для себе и себе, але ничего нема. Все снищено, навод яблок на древах, и тых не засталося. Алексей Тюров, Ёген Макеенко, телерадокомпания «Гомель». Мы гэты памяти верные. Такую назву отрамала акция, якая прошла у гомеле. Ей организатором выступило областное отделение Белорусского фонда «Миру» с уместно с Гомельской областной универсальной библиотекой имя Ленина. У рамках мероприемства так само отбылась аппрезентация трилогии белорусского письменника-публициста Михаила Шыманского. Подробязности далее в сюжете. Областное отделение Белорусского фонда «Миру» и библиотека имя Ленина тему Великой Айчинной войны николи не обыходили бокам. Проведение тематичных мероприемств уже стало доброй традицией. Акция «Мыг этой памяти верная» – яше один суместный проект накерованный на захование памяти об миллионах людей, які были изнищены гитлеровскими оккупантами на территории сучасной Беларуси. Сарод запрошенных на мероприемства гостей – ветераны Великой Айчинной и былые вязни фашистских канцлагеров. В мире сейчас немножко неспокойно, и мы должны острое ухо держать и воспитывать наше молодое поколение в плане дружбы. Ну а акция так и называется «Мы этой памяти верны», чтобы не забывать то, что было, и то, что мы сегодня должны делать. Акция включила у себя некольки этапов. Старт был даден и праглядом телевизийного фильма «Дарогами спаленных вёсок», специально подрыхтованного телерадиокомпании «Гомель» по заказу Беларусского фонда «Миру». Далее хвилина маучанья у память об ахвярах Великой Айчинной войны и успамины былых вязняв. Ярким моментом мероприемства стала презентация книг Михаила Шыманского. Выдание включили у себя вспамины ветеранов войны, блокадников Ленинграда, вязняв и партизан, працавников тылу. 130 экземпляров книг беларусского письменника «Стрологии. Дякую солдаты за перамогу. Мы гэтай памяти верные» и «Пабратимы» передадены библиотекам района, а так само навучальным и музейным установам. Когда появляются новые издания, и особенно важны те издания, которые написаны в форме очерков, воспоминаний, на мой взгляд, это бесценный материал для работы по этой теме с молодежью, потому что нет ничего ближе, чем и понятнее, и проникновение, скажем так, чем воспоминания очевидцев. У рамках мероприемства отбылась и еще одна приемная падея. Было обвешено новое имя заслуженного миротворца. Специальный нагрудный знак областного отделения Беларусского фонда «Миру» за великий особистый уклад у пропаганду миротворчасти, сяброуства и згоды уручены старшине Гомельского городского совета депутатов Ивану Бородиншику. Вольга Славина, Валерия Гапанько, Телерадиокомпания «Гомель». Невероходный выпадок отбылся у Гомеле. Урачи областного кардиоцентра литерально с того света вернули пациента после того, как его сердце не билось целых полторы годины. Ранее медики констатовали широкий инфаркт и полный припынок житево важного органа. А в судовом воскрешении наш наступный рапортаж. «Внуки привет тебе передавали, Захаре, Полине. Они в лагере. Сказали, чтоб ты выздоровливал. Он болел, поправлялся и домой возвращался». Навыцемые досвідченные урачи называются гетевыпадык сенсацией. Александр Воронин литерально вернулся с того света. Его сердце после острого инфаркта спиннилось, а здавалось бы, назавжды. Однако прас полторы годины отбилось неверогодное, и пациент знову открыл очи. «Со мной рядом, как будто стояли внуки. Я рукой так проведу – нет. Вот они постоянно в меня стояли. Вот такое ощущение было. Сначала я, когда в себя пришел вокруг белое, я не понял, что я в больнице. Потом уже, потом, когда уже хорошо, со дна не пришел, потом я уже мне жена рассказала». «Это была радость, непредсказуемая радость, что он воскрес, как говорится, заново. Вторая жизнь – это радость для всех. И не только для него, и для нас, и для детей». С початку выпадок выглядывал як цялком родовы. Мужчине стало дрянно, выкликали худкую допомогу. На шляху в больницу юн перестал подавать прикметы життя. «Пациент находился в критическом состоянии. Была клиническая смерть, обусловленная фибрилляцией желудочков. Поэтому мы проводили комплекс базовой реанимации здесь, ИВЛ мешком АМБУ, непрямой массаж сердца. И в связи с тем, что стабилизировать состояние не получалось, мы решили транспортировать его в отделение реанимации». На той момент сердце мужчины не билося уже 10 хвилин. Массаж, аппарат, штучная вентиляция легких, коронография – усе гэта робили уже у операцийной, але безвынякова. У звычайной практицы, коли праспалгадзіны нічого не отбывается, змагацца за пациента нема сенсу. Але на гэта раз в опыту рача-реаниматолога подказал – не треба гублять надзею. Яшэ прасгадзіну у их атрымалася. Серце знову стало биться. «В среднем в литературе нам удалось найти не более 5 случаев таких вот эффективных восстановлений после реанимации длительностью более часа. В данном случае пациент не просто остался жив, он будет выписан из отделения с очень высоким потенциалом для реабилитации, для восстановления своей обычной посредневной деятельности». При этом нічого нового у Рашы не практиковали. Усе процедуры были традиционными для пациентов с таким диагнозом. А вось, допомогчи вернуть человека литерально с того свету, да помог сбег самых розных обставинов. «Это действительно сочетание чуда, это сочетание высочайшего профессионализма медицинских работников и, бесспорно, желание пациента жить». Зараз стан Александра Воронина медики уже оцениваюсь як стабильный. Азнашать, другий день на родженье он тепер будзе шту год у сяминному сяродзі. У яго трое дятей и трое унуков. Обецая запросить у гості и у радшоу с кардэцентра. Таких дорогих подарунков признаеса, яму еще никто и николі не робил. Вольга Коновалова, Уладимир Пятяню, Телерадо, компания «Гомель». Ягонь аспынный працонный педагичный стаж склада 71 год и зараз он протягывает делиться своим профессийным майстерством. Напереды дни у Гомельским областным институте развития адукации ушановали найстарейшого свайго работника з на годы 90-годового юбилею. Заслуженный наставник БССР Миколай Кухарау состры у святося род коллег, сяброу и вучняу. Педагога, який працвятил все же свое жите у адукации, саправднага профессионала повиншавалі і наші корреспондэнты. Миколай Кухарау для кожного, хто веде гэтага чалавека, з'являєцца прикладам самоданності, професіоналізму і неверагодной любові до обранай справы. Миколай Васильевич свяжає, што калібна радіўся знов, знов бы став наставнікам. Яго житёвый шлях непарывно звязаны з гэтай професії. 71 год ян працюе на корысть айчынной адукации. 33 годы у Гомельскім інституті развития адукации. Распрацаваны і методики і технології выкладання і зараз викарустовуюцца на практиці. По ягой біографіі можна створыць портрет узорного наставніка, таліновітага, працавітага, уважливага да сваіх вушнюв. Це є достойным примером для молодёжі, в тому плані, што Миколай Васильевич є сабой пример професіонального долголетія. І кожен здравомыслящий чалавек, чалавек, обладаючий здоровыми амбиціями, должен подумать над тем, што должно быть чалавеке для того, што обрести вот такое професіональное долголетие. Колеги Миколая Кухарова кажуть, што на протягу свого життя ян сполучав два поняття – працовний подвиг і пастаянний рух наперед. За свою шматгадовую дейність був узнагороджений шматлікіми дипломами. І вось у день народження – чарговая падяка администерства адгукації Республіки Беларусь. Як стверджає юбіляр, досягнути життєвага і працовного довголеття яму допомогли три речі – любов до людей, здоровый лад життя і хобі – выросшвать кветки. Миколай Кухаров – гонор сушасной беларускай педагогіки. Йон Шодра дає ціпленю сваюй душі, сваю творчасть і майстерства. У Гомельськім обласным інституті развіття адгукації Миколай Васильєвич користається великім аутеритетам і повагай. Яго навуковий уклад признаний не толькі у нашій країні, але і замяжой. Дмитрий Котов, Дмитрий Радзянка, телерадиокампанія «Гомель». І на праканці вупуску коротка про надвор'я. По інформацію обласного гідрометацентра і оно на гэтым тыдні буде неастолівым і умерено тёплым. Сьогодні прогнозується пирамінна воблашність, піроважна без опадків. Ветер пауднів і слабий 5-10 метрів за секунду. Температура поветра у день складе 26 градусів тепла. У Сираду у день місцами машимы короткочасової даші і на вальниці. У наші буде до 16, і у день до 27 градусів тепла. Аналогичний характер надвор'я заховається у регіоні і у Шацьвер, але у особних районах машима пониження температуру, до 17-20 градусів тепла у день. У пятницю і на выходних опадки розміркується паторитори в області неравномерно. І ситуацію з пожаронебезпечним становищем у лясах особливо не выправять. У особних районах буде до 26 градусів, у інших ледь в 6 до плюс 20. І на гэтым пакулю сіз розвізьм паддейс, ашити по наших выпусках. А я з вами развитвуюся. До побачення. Субтитрувальниця Оля Шор Субтитрувальниця Оля Шор